Сорок лет среди грабителей и убийц. Вещий сон под Рождеством. Читает Павел Беседин. События, о которых я хочу рассказать, происходили давно. И как раз под Рождеством. На льду речушки у средней рогатки полиция нашла убитого и ограбленного. В одном белье, мужчину, голова у него была проломлена, на шее затянута веревка. К концу ее привязан черенок от деревянной ложки. Я подъехал в одно время с властями. Осмотрел труп. Я подумал, что убивали в другом месте, а сюда его приволокли. Для того и черенок пристроили. Легче тащить. А следов нет. Снегом запорошило. Вначале никто из местных не мог опознать убитого. Только вдруг бежит женщина, красивая, лет сорока пяти, беременная. Подбежала, увидела труп, сплеснула руками и заголосила. Сын мой, сыночек, Колешка мой родной, я к ней. Позвольте узнать, кто вы будете. Я Анна Степанова, а это мой сын Николай. Говорит, так бойко, ясно, а сама трясется. А вы кто такая? Она объяснила, что живет в получасе ходьбы от этого места и имеет маленькую сапожную мастерскую. Пойдем, говорю, к вам. Пока его уберут, до доктора смотрит. Пошли. Она плачет, убивается, а я ее утешаю. Приходим. Домик такой чистенький, две комнатки и большая мастерская. А при ней кухня. Вошли мы в комнату, я снял шубу, сел и повел с ней беседу. Как звать вас? Спрашиваю. Анна Тимофеевна. Что же Анна Тимофеевна? Любили вы сына вашего-то? Она опять залилась слезами. Господи, говорит, как же не любить тебя? Один он у меня. Один был. Покойник умирал. Только о нем думал. Так вы вдова? Спрашиваю. И на ее фигуру смотрю. Она смутилась. Вдова. Восьмой год. Я сделал вид, что ничего не заметил. И дальше про сына спрашиваю. Любит ли он у нее? Что? Путался ли с кем? Пил ли? Смирный был? Не пьющий. Почтительный. На Путиловском заводе работал. И жил там. Комнатку имел. По субботам прямо ко мне. И все воскресенье у меня. А в понедельник поднимется в пять часов и на завод, и на завод. И теперь шел. Голубчик, да не дошел. И снова плачет. А получал много? Какое? Восемь гривен в день. Как же так? Сына любите? Достаток у вас? Видимо, есть. А он? За восемь копеек работал. А вот подите. Такой почтительный. Покойник мне заведение оставил и деньгами двадцать тысяч. Я говорю ему. Куплю тебе домик. Землю. Женись. И мать утешай. Нет. Не хочу вам в тягость быть. Так и уперся. Рассказала. Во что сын был одет. Пальто с воротником. Шапка. Сапоги. Брюки. Жилет. Часы. И пиджак теплый. Нанковый. Сама ему шила. В этом пиджаке. Она по его указанию. Внутренний карман с левой стороны. На правую перешила. За неделю до его смерти. Новую пуговку пришила. Таких-то уже не было. Так она. Большую приспособила. Все расспросил я. Под конец. Говорю ей прямо. А теперь назовите и покажите мне вашего любовника. Она так и зарделась. Молчит. Вы? Говорю. Мне уж все по совести. Как на духу. Василий Калистратов у меня в подмастерьях. А повидать его можно? Можно. Он дома. Надо полагать. Вася. Василий. Позвала. Она в дверь. Сейчас Анна Тимофеевна. Голос такой приятный. Откровенный. Сейчас. Через минуту вошел. Рослый. Красивый. Лицо открыто. Я поглядел на него. И он мне сразу понравился. Заметил только, что он очень бледен. Поговорили по пустякам. Я уехал. Дело мне показалось неважным. Я поручил его своему помощнику. Знаете, говорит он, Иван Дмитриевич, убийца Калистратов. Все укладывается именно так. Он любовник. У нее деньги. И такое прочее все. Сын. Наследник. Да еще она его любит. Убрать сына. И этот Васька хозяин. Надо разузнать, где он был в эти часы. Я и сам думал так же. Только сердце не соглашалось никак с этой теорией. Так-то оно так. А не похож он на убийцу. Совсем не похож. Я велел собрать сведения об убитом. Дело пошло. Ушел Николай Степанов. Завода 24 декабря. 6 часов. Ходу ему до дому не больше часа. А до этой речушки с полчаса. Значит, убийство совершилось между 6 и 7 часами. Стал узнавать, где этот Василий был. Ходил в Шереметьевку. И именно в эти часы. Путь его лежал именно через это место. Когда он вернулся, хозяйка очень беспокоилась о сыне. А он спокойно так сказал. Ничего ему не сделается. Прийдет. Все складывалось против Калистратова. Но я велел Теплову. Видо не подавать и только следить за подозреваемым. Надо Вам сказать, что было у меня обыкновение возле того места, где преступление совершалось, в народе толкаться, да прислушиваться, прислушиваться, внимательно так. Иногда пустое слово наследно водит. Так и тут. Хожу я, брожу, со всеми говорю, иных допрашиваю. И наткнулся тут на железнодорожную сторожку. Что у средней рогатки-то? Сторожей было два. Один черный, а другой рыжий. Черный человек, как человек, а рыжий мне сразу не понравился. Я его на допрос. Начинаю расспрашивать, где он был в эти часы. Не слыхал ли криков? Не видел ли чего подозрительного? Когда именно поезда проходят? Много ли работы у него? Знал ли он этого Степанова? В чем был одет? Отвечает он мне и все время сбивается. Сбивается, сбивается. То говорит, что на пути был и ничего не видел. То утверждает, что в сторожке сидел, чай пил. Потом уверяет, что путь осматривал. А то вдруг вспоминает, что с приятелем другим сторожем сидел, путается. А как ему скажешь? Он запрется. Я этого не говорил. Как не говорил? Ведь записано. Не могу знать. Я человек темный, грамотен не учен, а говорить того, как не говорил. Сделал у него обыск. Ничего подозрительного. Но чувствую я, всем естеством своим чувствую, полицейский, что связан он с этим делом. То ли пособлял, то ли сам сработал. Позвал Теплова и говорю. Так и так. Рыжий этот преступник. И его надо арестовать. А Теплов умоляет, чтобы я Василия арестовал. Никуда он от нас не уйдет, Василий-то говорю я. Надо за Рыжего взяться. Серьезно. Нет. Иван Дмитриевич, отвечает он. Рыжего вы тоже можете арестовать. А Василия уж для меня, пожалуйста. Ну, мне что же. Арестовал. Василий побледнел, как полотно. Если говорить насчет убийства, то Богом клянусь. Не повинен. Не повинен. Анна Тимофеевна плачет. Рекой разливается. Жалко мне их. А забрал. Ну, а забрал и Рыжего. Прошел, наверное, так день, как я арестовал их обоих. И вдруг приходит ко мне сама мать убитого. Анна Степановна. Здравствуйте. Я к вам. Здравствуйте, отвечаю. С чем пришли? Новости ли есть? Не знаю, как и сказать вам, начала она, садясь возле стола. Теперь вот, как я одна осталась, да все думаю, про горе свое думаю. Так мне многое припомнилось. О чем раньше и невдомек было-то. Соседка моя, Агафоновна, говорит, иди да иди, иди да иди. И я пошла. А теперь думаю, может глупости все это. Не было ничего. Никаких, говорю ей, глупости быть не может. Все правильно. Потому что иногда самый пустяк, мелкий, вдруг все дело проясняет и ставит все на точку. Пожалуйста, рассказывайте все сначала. А она начала рассказывать. Поначалу тихо, спокойно. А потом очень уж разволновалась. Раскраснелась. Был у сына моего сон, сказал она. Тогда-то был пустой. А теперь выходит, что был он от Господа, ангелом-хранителя ему внушен. Говорила я вам раньше, что он завсегда в празднике у меня ночевал. А утром в пять часов вставал и на завод шел. Я кивнул. А сам, пока она говорила, приказал, чтобы рыжего привели. Хотел его еще раз порасспросить кое о чем. А она продолжает. Ну вот, был он у меня, голубчик, в последнее воскресенье. Он спал завсегда подле меня. Чуланчики. Сплю я это и вдруг слышу страшный крик. Я вскочила, зажгла огонь и пошла к сыну. А он, голубчик, сидит на постели, бледный, как наволочка у подушки. Весь в поту и трясется. Колюшка, говорю, что с тобой? Страшно, говорит, маменька, страшно. Привиделось, будто пошел я от вас на завод. И на меня подле самого железного полотна пять человек напали. И бить стали. Вот до сих пор дрожу. Перекрестила я его и говорю. Сон сном? А только ты, сыночек, не ходи сегодня по дороге своей, а пойди по другой. Он так больше не заснул. А в пять часов ушел. И все, спрашиваю я. Нет. Дальше еще страшнее. И изумительнее батюшка было. Весь день мне было страшно за Колюшку. Я даже Василию об этом говорила. Потом легла спать. И вдруг тоже сон вижу. Будто темная ночь. И снег крутит. Крутит. Пусто кругом так. Старожка стоит. А вокруг ни души. Гляжу. Идет мой Коля. И так-то торопится. И вдруг. Как выбегут пять человек. Таких страшных. И с ними один рыжий. Высокий. Замерла я от страха. Хочу крикнуть. А они уже на него напали. И душат его. Я побежала к нему. Кричу. Зову на помощь. Тут меня Василий разбудил. Проснулась. Сама не своя. Дрожу вся. На следующий же день к сыну пошла. Он здоровый, веселый. К празднику говорит. Ждите. Я и ушла. Она перевела дух. Вытерла вспотевшее лицо. И опять начала рассказывать. Жду я его в этот день. Двадцать четвертого. Кофе и сварила. А он не идет. Василий вышедший. Ребята тоже. И так как-то жутко. И все о Николашке беспокойство. Ждала, ждала. И все думала. Что он запоздал. Вдруг, думаю, вдруг. Тут она побледнела. И почти шепотом заговорила. Как что-то загремит. Загукает мимо окон. Словно бы пожарные пронеслись. Дом как весь. И затрясся. Я и обмерла. С нами крестная сила. Сижу ни жива, ни мертва. И не знаю, как Василию дождаться. Он пришел. Я ему говорю. А он усмехается. Был мне праздник. Не в праздник. И тоскую я. И боюсь. И сама не своя спать легла. Сплю. И опять сон. Пришел ко мне будто тот рыжий. Что с другими-то? Четырьмя. Тогда привиделся. Две капли он. Пришел и со смехом говорит. Ну, покончили мы твоего сына-то. Приказал тебе долго жить. Я закричала и проснулась. В то время, как она рассказывала, привели ко мне рыжего. Она к двери боком сидела. А он у порога стоял. Кончила она говорить. Повернула голову. Да вдруг как закричит. У меня даже волосы дыбом. Он. Тот самый рыжий, что я во сне видела. Я-то часть велел его увезти. И стал ее успокаивать. А она все трясется и все твердит. Он. Да он был. Позвал я опять теплого. И рассказываю все. А тот только улыбается. Эх, говорит. Самое обыкновенное дело. Не видите вы, что баба пришла просто следы замести. Сына уже нет. Его не вернуть. А любовник же в беде. Вот она его и по-своему вручает. Так можно сказать. Повозился я еще месяц с рыжим сторожем и Василием. Из-за недостатка мулик отпустил их. А дело следствием прекратил. После этого прошло так месяца два. А то им уже три. И вдруг из пересыльной тюрьмы, подпилив решетку, через окно сбежали четверо арестантов. На другой день получаем из Петергофа телеграмму. Все задержаны четыре молодца. Оказывается, бродягами были. Но головы бриты. И, надо думать, они и есть те беглые арестанты. Написали мы, чтобы их доставили к нам. И вдруг меня мысль осенила. Нет ли кого из них в нанковом пиджаке-то? На вате. А если есть, то какой пиджак? Какая подкладка и пуговицы? Сел, написал это и велел тотчас ответить подробно. Через день пришел ответ. И в нем, как по заказу. На одном из них был пиджак. Изнанки. На вате. Подкладка шерстяная, черная. В белых полосках. На левой стороне будто след от споротого кармана. Пуговицы по пять с каждого. Роговые, темные. А одна справа, верхняя. В сравнении с другими гораздо больше. Вот они. Вот и убийцы. И сейчас же припомнился мне сон. Во сне Степановна видела пятерых. А тут четыре разбойника. Кто же пятый? А пятый сторож Рыжий. Пригласил я теплого. Убийцы Степанова открыты. Кто? А вот кто. Извольте Рыжего снова арестовать и потом, как тех привезут, очную ставку сделать. Теплого. Ты час арестовал Рыжего и привел его ко мне. Едва я увидел его, говорю, теперь сознавайся, братец, потому, как сюда везут твоих четверых приятелей. Каких приятелей? А беглых из тюрьмы, которые у тебя гостили. Это я уже от себя сказал. Дрогнул он и говорит. Точно. Есть и моя вина. Только я не убивал. А что делал? Тут он все и рассказал. Дело как вышло. Сидел он у меня в сторожке. Сапоги чинил. Вдруг дверь распахнулась. Валились четверо арестантов в серых куртках и прямо на него. Давай им есть. Пить деньги и одежду на всех. Он перепугался до смерти и отдал им все, что мог. Съели они весь хлеб, нашу кашу, квас выпили, взяли всю его одежонку, старую и новую, а на четверых всего этого мало. Наряжаются они, а один выглянул в окно и говорит. Вон добрый человек идет. Он нам поможет. А это несчастный Степанов. Тут дело темное. Рыжий говорит, что он не помогал им, а надо думать помогал. Взяли из сторожки молоток, которым рельсы пробуют и вышли на дорогу. Степанов увидел их и побежал. Они нагнали его, повалили. Все как во сне. Убили ударом молотка, а потом бросили и хотели идти. Рыжий перепугался. Разбойники уйдут, труп оставят, а его затаскают. А то и засудят. Помогите уволочь его. Они согласились. Нашел Рыжий веревку, затянул ее на шее убитого, привязал черенок от ложки, чтобы вообще тащить было. И они потащили труп к речке. Трое волокли, а двое следы заметали. Труп бросили, беглые пошли дальше, а Рыжий вернулся в сторожку и на полу всю кровь выскобил. А снег, что пошел в скорости, все следы запорошил. Так и погиб Николай Степанов, увидевший вместе с матерью свою смерть во сне накануне Рождества. Рождества